ДТП с летальным исходом произошло во вторник утром в Новом Уренгое. Водитель ВАЗ ехал в сторону улицы Крайняя и, не справившись с управлением, выехал навстречу, где столкнулся с Киа. От сильного удара отечественную машину откинуло настоящий неподалеку автогрейдер. Водители обоих автомобилей и пассажир Киа находятся в больнице, а вот пассажир ВАЗ от полученных травм скончался в больнице. В Ямальском районе осудили мужчину, который нечаянно убил человека. В июне прошлого года трое работников одного из предприятий поехали на базу, которая находится вблизи Сабетты. По пути на растаявшем зимнике их трекол провалился в ручей. Тогда рабочие попросили помощи у местных. В это время 30-летний местный житель пошел в чум за ружьем, который хранил у себя незаконно, чтобы отогнать свору собак. Но когда доставал оружие, курок зацепился за пенопласт, под которым хранилось ружье. И произошел выстрел через стену чума в сторону стоящих на улице мужчин. Гробь попала в грудь потерпевшему, находившемуся с уличной стороны в 5 метрах от жилища. От полученного ранения 45-летний мужчина скончался по пути в медицинское учреждение поселка Сабетта. В ходе предварительного следствия осужденный полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления. Приговором суда мужчине назначен наказание в виде одного года условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. В Губкинском частное предприятие задолжало государству более 21 миллиона рублей. По данным следствия, с января 2017 по сентябрь 2019 года организация «Комплекс-2» сервис утаивала от государства деньги, за счет которых должны были производиться налоговые сборы. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование этого уголовного дела продолжается. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. Сидите дома, не болейте. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корпорация «Роснефтегаз» приглашает за подарками и объявляет снижение цен в сети АЗС, АГЗС и на ГСМ «Оптом». Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория «Госрегион Стандарт». Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 ровно 99 97. Редактор субтитров А.Кулакова